Ну, здравствуй, зритель! 15 числа, то бишь 15 апреля, мне написали в личку. Вообще, мне с подобными предложениями за последние два месяца писало человек десять, если не больше. Я думаю, с подобными предложениями, сейчас, наверное, весна, пик подобных предложений. Короче, набор рекрутов, сетевой маркетинг. Думаю, писали много кому подобными темами, потому что я иногда в контакте даже чисто лазаю по ссылкам, 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 и вдруг внезапно у каких-то своих старых общих знакомых вижу, даже в статусе такое, типа, если вы мне такое напишете, я вас забаню, вы меня достали, о-хо-хо. Не то, чтобы меня достали, но как бы люди пытаются заработать монетку. Я тоже решила, что почему бы и нет, может быть, это, ну, как бы, могу ли я задать вам вопрос? Ну, можете задать вопрос. Ну, так многие обычно пишут или иногда сразу с порога к делу переходят, и да, на мне, в общем, помада никс. Если бы я послушалась тому, что от меня хотели, я бы уже не смогла пользоваться помадой никс. Сейчас скажу, почему. Да, это был, наверное, длинный такой болтологический ролик. Люди, которые давно соскучились по видеоболталкам, не обзору с болталкой какой-то, а вот чисто болталкам, то вот, ваше счастье, ловите кайф. И даже это будет местами вот с этим вот другом. Потому что частично, хоть я и буду все потом монтировать на этом друге, но частично я еще запишу потом маленький такой внутренний обзор в этот обзор болтологический с помощью видео Мавали. Мавали в видео 18, запись видео с экрана. Сначала я хотела записать сначала видео с экрана, потом уже бла-бла-бла, но у меня тут что-то мой Леново сказал, что, слушай, давай я тут тебя протестирую, твой ноут. Ну вот, он вот тут пока тестировал, а я решила потом перезагрузиться, потому что, что-то думал, он мне давно так это не перезагружался. В общем, как бы, мне написали, я, соответственно, мне написали, что, типа, если вы согласны получить там более точную информацию, типа, напишите, да. Ну, я написала, да. Молчание. И человек сутки не был в сети. Потом я узнала, что это рабочая страница. Я сейчас забегаю немножко передумаю, что это рабочая страница. Хре. Какого дьявола ты не в сети? Коза такая. Ну, и значит, это, ну, я же не мотивнулась все-таки в итоге. Я где-то тут прочитала, типа, если к вам приперлись гости, а у вас нечего на стол, а вы их не ждали, то достаньте хрен, поставьте его на стол. А на всякий случай имейте много хрена разного. И если к вам приперлись эти незваные гости, то поставьте много хрена, и тогда вы сможете спросить, какого хрена вам еще надо, а? Ну, в общем, хрена ли она не была ни в сети. Обычно вот те, которые мне пишут, я даже как-то отвечала одной даме, потому что, ну, как бы, она писала так, что я решила, что она моя зрительница. Ну, как-то вот витиевато, настолько витиевато. Может быть, она так всем пишет, чтобы не сразу послали куда подальше, или не забанили, там, еще как-то. Короче, мне ответили через сутки, я еще про это говорила, в стриме воскресном от 15 апреля, который, в принципе, как бы и лет 14, да, 14 апреля было, не хотела как бы сделать, но случилось. Потому что был год бытования, как я сюда переселилась, год адаптации, можно сказать, такой. Ну, и, в общем, 15 мне вдруг отвечают. Типа, да, здравствуйте, спасибо за обратную связь, бла-бла-бла. Я, типа, редко бываю на этой рабочей странице. Фишка – рабочая страница. Ты обязана на ней быть хотя бы, но если ты ждешь, то, что ты собираешь людей, да, и вот ты ждешь, что тебе там ответят. Даже если ты уверен, что тебе не ответят, если ты уверен, что тебе не ответят, хрен, и ты пишешь. Значит, тебе должны ответить, ты ждешь. Уведомление какое-то там на мыло, там, не знаю, булькает на телефоне у некоторых. У меня на мыло приходит там, пусть я часов 5, и я мыло проверяю. Обычно у людей булькает там как-то, вот у тебя булькнуло. У человека два аккаунта. И тут человек мне пишет другого аккаунта, типа, за френдить, а меня. Я ее не френдю. Думаю, она мне, значит, та-та-та-та-та-та-та, сейчас я вам расскажу. Полтора километра текста. Мне подобный текст, а я потом уже читала. Там, видать, копипаста ее. Где-то вот она чисто от своего лица писала, а где-то вот такая конкретная копипаста, которую мне иногда люди, несколько мужчин, с порога сразу вот так писали. Так вот и высрали. Словесно говоря, словесным текстом, словесно в личку. И, в общем, суть, что ты... Я, наверное, сейчас вам вначале скажу. Если вам будет неинтересно смотреть, вы вот сейчас вот это узнаете. Если вам писали в личку, то вы уже будете вооружены. И будете знать, что вам делать. И вы соглашатся, если вы мыслите не как я, а или отказаться, если вы мыслите как я и большинство разумных людей. Я считаю, что, конечно, на таком способе сетевого маркетинга можно заработать, если А. Вы, мамочка, в декрете, у вас нет никаких хобби, и вы считаете, что у вас появилось свободное время между моментами покормить ребеночка, потереть ему задницу, и он уснул. У вас есть монетка, хотелось сказать. Да, вот у вас есть такая монетка времени. И вместо того, чтобы лечь спать, как вот делала моя подруга, когда была мамочкой в декрете, ну, в принципе, она и сейчас, по-моему, мамочка в декрете, ну, в смысле, вот есть адекватные мамочки в декрете, а есть мамочки в декрете, которые, наверное, тот самый мем, в самом плохом смысле, мамочка в декрете. Короче говоря, вот если вы мамочка в декрете, у вас есть муж, там еще ребенок, или просто один ребенок, у вас куча друзей мамочек в декрете, и вы считаете, что лучше заказать на одном сайте кучу всего, да побольше? И чем больше, тем выгоднее Кстати, слоган этого ролика Покупай сам у себя Я сейчас, может, даже уточню Ближе, наверное, с телефона Потому что я подруге скидывала эту Ну, не только подруге, а еще и другу своему скинула Ну, и ей тоже скидывала такую феерическую фразу Мне так она вообще понравилась Люди покупают сами у себя Первый просто достойный капипасы Сказала Лёля Ну, и человек мне ответил Вот это прибыль, самим у себя покупать Просто гениально Короче говоря Я же не сказала, какой конкретно человек Так что вы не узнаете Если вы будете мониторить там что-то этого человека То бишь ничего такого Из лички дальше, чем нужно, не выношу Дальше, чем можно Дальше, чем нельзя В общем, вы покупаете сами у себя Вы мамочка в декрете И вам удобнее, конечно, купить это все в одном магазине Интернет-магазине Чем бегать там по разным магазинам Все это искать Если у вас нет фишки такой О, я нашла себе крутой шампунь, а ты фраше О, мне понравился вот эта дверь для душа Адарганик Тай, который легче заказать только на Озон О, я делаю вообще мыло ручной работы И мне нафиг не нужно вот это мыло За 80 рублей по скидке С этого сайта То тогда Вы вполне себе можете заработать Вы можете создать эту команду рекрутов Вы сначала делаете заказ на 2-2... ну, в общем, грубо говоря Первый заказ вы делаете на 2-300 рублей 2-300 рублей Это на 50 баллов Потом вы, значит, получаете какой-то бонусик в следующем заказе Ну и то же самое, как в Иван Фаберлик, но это у нас Арифлейм С Арифлеймом я раньше никогда не была знакома в том плане, как консультант Тут я внезапно стала консультантом в понедельник И сегодня я прекратила им быть Ну, у меня с утра было 3 каких-то рекрута Подо мной, которых я вообще в глаза не видела Ничего не делала для того, чтобы они стали моими рекрутами Когда я вроде как хотела отказаться У меня там стал один рекрут Вот сейчас я пришла с Азона Я делала заказ, короче, кое-что для своей подруги в подарок То, что она хотела на день рождения Поэтому я это не буду обозревать Ну, как бы подарок, сюрприз Местами то, что она хотела Но, с другой стороны, она не знала, что именно это Она будет хотеть в итоге Ну, в смысле, получит В итоге Короче, я пришла с Азона Залезла в комп Мне на стене на Ютубе написало На тот момент один человек Уже сейчас три человека Что они как бы жажают этот ролик Ну, типа, почему бы и нет, почему бы и да И я захожу И у меня уже никаких рекрутов подо мной нету Но сначала было видно, что кто меня пригласил И там я под ним стою Причем, если вас пригласил человек Он ваш спонсор Я эту тему еще не успела обсудить Я даже мои данные Я даже прошла уже верификацию на сайте После того, как я совершенно отказалась Мне мой близкий друг сказал, что я очень вежливо шлю на три буквы Точнее, очень вежливо отказываюсь Это как бы неправильно Но это для тех, если вы вот мамочка в декрете И я считаю, что в принципе Будь я мамочкой в декрете Будь я мыслила бы я как-то по-иному Я бы вполне могла загробастать бабла Даже года четыре назад Не будучи мамочкой в декрете Я бы вполне тоже Даже согласилась бы И, наверное, даже создала бы какую-то свою структуру Короче, вы меняете все свои вот эти привычки Покупать в разных магазинах На куплю-ка я в Арифлейм У меня ведь есть личный сайт Личный интернет-магазин Вот с этого момента вас ждет облом Мне сказали, значит, ты заимеешь Мне этот квадратик, который выделяет Мое лицо так меня сейчас что-то раздражает Вы становитесь нашим рекрутом У вас становится свой личный интернет-магазин И вы можете собирать этих самых других рекрутов Вот пригласили вы 10 человек Эти 10 человек купили у вас на 3 тысячи Каждые из каждой 3 тысячи Вы там какой-то процент поимели А потом эти 10 человек Им понравилось покупать со скидкой 20% И они пригласили еще 10 человек Каждые по 10 человек И вот так строится пирамида Хеопса И вы получаете от каждого этого человека Процент от структуры Арифлейм И, я так понимаю, процент, скорее всего От той структуры, которая вас туда затащила Меня туда затащила структура Менеджмент, сетевой маркетинг, сетевой, пардон Короче, биплан И никак иначе До этого мне писали всякие разные другие Но не биплановцы Вот в этот раз мне написали биплан Биплан Меня еще добавили в эту беседку общую Там у девочки, которая меня рекрутировала Это уже четвертая беседка С чем-то 48 или 50 уже, наверное Ну, с моим уходом Ну, наверное, где-то 50 человек Все в основном бабы Точнее, я так поняла, что там все бабы были Ну, я не лазала в состав этой беседки Может, когда вышла из беседки Можно посмотреть, кто там есть, какого пола Ну, я как-то не загонялась на эту тему Но у меня был социокультурный опыт общения с одной сектой Это косметическая секта Та секта была очень такая нежненькая секта Честная нежненькая секта Нежненько вошел, нежненько вышел Тут же геморрно как-то все Вообще очень геморрно Короче, сайт, как я выяснила в итоге Ну, я так обрала, о, сайт, думаю, может, я что-то закажу Буду рекламить это на Ютубе Короче, вот у вас сайт И вы еще можете дать ссылочку, чтобы все рекрутировались под вас Ни хрена, вы сначала должны сделать первый заказ Чтобы активировать свой аккаунт и кабинет личный на сайте Арифлейм На эти две с лишним тысячи Ну, как вы можете делать меньше заказ Но тогда вам не дадут эту ссылочку Они делают бесплатный личный сайт С которого вы можете рекрутировать людей Чтобы они стали такими же, как вы Закупались в Арифлейм Стали Арифлеймом головного мозга И создавали еще более Сеть, 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 сеть Ну, вот пирамида Хеопса Короче, меня ждал такой облом Я захожу, я говорю, слушаю, ну, пишу Говорю, девочки, не будем говорить имя Ну, значит, допустим Манюня Манюня, слуш А как бы мне дать ссылку на свой интернет-магазин Чтобы у меня другие люди покупали что-то Мне еще объяснялось это Что я могу сделать заказ на себя И при этом Как бы делаю все на себя Но Изначально я делаю на имя того человека Который у меня все заказал И на его адрес Потом оказывается, что я делаю исключительно Все на себя Точно так же, как Когда вы представители Эйвен или Фаберлик Ну и потом Разносите людям При этом Мы не продаем косметику Мы приглашаем людей На конкретный заработок А не на косметику Но первые три правила Первое правило Вы должны поменять свое мировоззрение И покупать все Все, 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 все Туалетная бумага, интересно Там тоже есть Все, 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 все Все в Арифлейме Поменяли привычки Стали фанатом Сектантов Секты косметической Арифлейм Стали молиться на Арифлейм Потом, значит Приглашайте людей В свою структуру Чтобы они Так же, как и вы Стали фанатом Арифлейм Даже если они сначала Этого не хотят Силой, наверное, приводить надо Но я еще Так у меня была Одна знакомая Которая все время Выложила Что у нее нет денег Где бы еще подзаработать Помимо тех двух работ На которых она счислится Вот такая вот фигня Ну она как-то даже Подобное что-то мне предлагала Я говорю Хочешь займяться Заняться Она как-то Ну нафиг эти каталоги Сколько уже этих Ну короче Она отказалась Сказала, что ей подобное Уже предлагали А она Может сказать Мамочка в декрете Но вынуждена работать Потому что Люди До такого Примерного возраста Ну обычно Мамочки в декрете Лет до трех Своего ребенка В декретном отпуске Нянчат Ну тут вот Получилось Что она практически Еще и года не была Она уже работать Поперлась обратно Да и пока была В декрете На полставки Впахивала Ну некоторые бабы Они такие Конкретные мужики Хвалю таких баб Не хвалю их мужей Потому что Обычно В таких семьях Попадается Мужик как баба Ну опустим Эту тему Мы сейчас обсуждаем Короче я захожу Этот интернет Погласил Понимаешь что Мне оказывается Чтобы кто-то у меня Что-то заказал Мне надо дать ссылку Тупо на каталог Из какой-то Вконтактовой группы Или тупо Репостнуть этот каталог С сайта Сказать Вот смотри Выбирай Если что-то хочешь Я могу заказать Если даже Вот совсем Ничего не хочешь Я тебе сделаю Двадцатый процентную Скидку Свою личную скидку Тебе отдам Только закажи Так набираю Заказ на две тысячи Ну на пятьдесят баллов Это грубо говоря Две триста Набираю на две триста И раз в три недели Я должна что-то заказывать Иначе С меня ничего не получит Человек И я соответственно Не получу Вот знаете Я так понимаю Ну допустим Заказала я на шесть тысяч Мне там пятьсот рублей Вернулось обратно Я их могу снять Не поверите Снять их И вывезти сразу же Стопишь Не заказывала бы я на шесть тысяч У меня бы шесть тысяч Остались в кармале А тут я шесть тысяч потратила Пятьсот мне вернулось Ну кайф вообще супер Как мне сказал мой приятель Хотел сказать слава Тому самому богу Культура Которая мне Мне очень нравится Ну думаю Меня не все поймут Короче Слава мадаками Вот Ближе и лучше Что у меня есть Такой замечательный рук Эта вся тема рассчитана Пожалуйста Мамочки Декрете Если вы до этого момента Еще меня досмотрели Не обижайтесь Ну только Если вы не считаете Себя тем Что я сейчас скажу Вся эта система Рассчитана на Жадных и глупых людей Ну кстати да Потому что Я из порога Мне стали что-то такое Говорить Что там шесть Три что ли Недели Тебя бесплатно Обучают Про это тоже Сейчас скажу Отдельно Наверное Местами будет Такой субборный ролик Как обычно Ну в принципе Кто Мой подписчик уже в курсе Могли бы уже привыкнуть Короче Я стала задавать вопросы Вот почему я не могу Создать Ну ссылку Вот мне только А вот ссылку на рекрутингов А то вы забегаете вперед Вот вам на первый урок Пройти второй урок Пройти третий Четвертый В общем короче Там шесть уроков Ссылку мне на шестой Не дали Потому что я уже успела уйти Ну Если что хотите Я вам потом Ссылки вконтактике Или где-нибудь там Ссылки на Ссылки на группы вконтактике Скину Где там обучение идет Короче Вернемся к нашим баранам То бишь сайту Сайт Никакого сайта у вас нет Чтобы у вас был сайт Вам надо стать менеджером С младшим или старшим хозе Причем в Арифлэме Я так поняла Что-то на 1200 отдать Этому Арифлэму За примерно пару лет Тогда у вас будет Личный сайт в Арифлэме Думаю нахрен Мне это надо Мне как-то Это не холодно Не жарко От этого Я-то думала Что раз сказали Что у тебя будет Личный сайт Значит так и есть А оказывается Там это Ну как-то То же самое Что на заборе Написано Три буквы А на самом деле Это заборы Никаких трех букв Нема Значит Днемся пока Сюда Пусть загружается Точно так же С этими Рекрутами Рекрутов ты Соответственно Божешь набирать Только с того Как компания Поймет Что с тебя Можно содрать Монетку Грубо говоря Если компания Не поняла То рекрутов Ты не наберешь Ну и если Допустим Вы там Пару-тройку Каталогов Там вообще На Арифлэмин Я так поняла Четыре каталога Каждый каталог Где-то Три недели Тратишь Бабло Ну допустим Тысячи В первом Первый заказ У тебя должен быть На 50 баллов Второй заказ На 100 баллов Третий заказ На 150 баллов Грубо говоря Ты тысяч Двадцать Оставляешь За ближайшие Четыре каталога Тогда тебе Значит Делают эту ссылку На сайте И ты как бы Этим Можешь собирать Рекрутов Которые точно так же Будут там Впагивать А потом ты можешь Уже Не особо Что-то заказывать Можешь делать Поменьше заказы А за счет Тех баллов Которые соберут Твоя структура Под того И ты будешь Получать какой-то Бонус Не только за них Но еще Из этих баллов Но при этом Ты не продаешь Косметику Но мне предлагали Ну вы соберите Там своих знакомых Делайте себе заказ И предлагайте Своим знакомым Может кому-то Что-то понравится Ну да Я дочь миллионера Чтоб просто так Бабло оставлять Я понимаю Что-то рассчитано На унылых В общем На людей За очень Закомплексованных С дикой Низкой самооценкой Соответственно Жадных Попутно И тупых Плюс Тех Ну я не знаю Вот Чего они там Столько Вот Три недели Изучают Эти шесть уроков Я за полчаса Пролистала И то и другое Поняла Что от меня Хотят И что я должна Хотеть от других Наверное Этот ролик Надо будет Обозвать Не мой опыт Бытия всех А именно так Как оно тут было Иди сюда Животное Люди покупают Сами у себя Вот так она зову Люди покупают Сами у себя Может с песней Написать какую-нибудь Рифку Даже В общем Дальше Такой подводный Камень Ну В общем Я не мамочка В декрете Не мыслю Как мамочка В декрете Не мыслю Как люди Которые Могут этим Заниматься Эта девочка Что мне писала Она за два года Стала там Каким-то директором Была Там на каком-то Путешествии Да Вас будут Заманивать Что типа Вот свой сайт Никакого сайта нет Рекрутинг Только после Каких-то Прыжков с бубном Которые Потребуют С вас Деньговлажений Никаких Деньговлажений Деньговлажения Как раз есть Как минимум Вы делаете Первый заказ И платите 149 рублей За регистрацию Хотя Регистрация Бесплатная Мне объяснили Это так Что вот Компания Она рассчитывает Что или ты Просто будешь Покупатель Со скидкой 20% покупать Или ты будешь Уже конкретно Таким консультантом Который будет Собирать под собой Структуру Что типа Можешь купить Что-то побольше Но я Модерировала Я потом ставлю Монтаж эти скрины Или же Может даже Запишу Если у меня Еще тогда Будет вход В эту самую Систему Мою С монитора С ноутбука Монтаж Это короче В любом случае Будет Я первый заказ Смикшировала Думаю Ну 3 гелика Для душа Закажу себе Мне еще так Ну закажите Совсем чуть-чуть Ну не обязательно Там на 50 баллов Можно на 10 баллов Или на 20 баллов Как-то так Ну значит Заказываю 3 гелика для душа Смотрю У меня в корзине Ну помимо этой Макулатуры Бесплатно-платные Которая мне нахрен Не нужна Я еще так подумала Ладно Каталог этот За 49 рублей Сделаю Смр Если что там Полистаю Мне там Айван еще лишит Необлистанный Пятый каталог Ну и Который Наверное Уже сейчас Девятый Еще какой-нибудь Идет Короче говоря Думаю Ладно Окей Я еще так подумала Почему бы нет Почему бы не попробовать Хотя у меня уже И приятель сказал Что не вздумай Этим заниматься И там Ну уже все Кто мог Сказали Что не надо Такое делать Нафига Кази Баяна И без Баяна По деревьям ползает Кто понял У Баяна Есть три смысла Старый анекдот Баян И еще один Если поняли Дайте знать в комменты Короче А можете лучше В личные сообщения Если вы поняли Третий смысл Который я имею ввиду Может у Баяна Еще есть какие-то Смыслы Но вот Помимо музыкального инструмента У него вот Именно два таких Которые я знаю Один знаю Посредством того Что Были у меня Такие знакомые Которые возможно Использовали Этот самый Баян Именно в том самом Виде Делаю Значит заказ Из этих Трех килей Вот это Вот 149 рублей Макулатура Какая-то Удаляю Эту макулатуру Которую Можно удалить При желании 149 рублей Не удалишь Потому что Это регистрационный сбор Мне говорят Что вот Что такое Манюня Манюня Что такое Манюня мне выдает На самом деле Ее зовут не Манюня Манюня мне выдает Что типа Ну понимаешь Если вот на 2000 Или на На больше На 2000 Сделаешь заказ То этого Регистрационного сбора Не будет Или сделать сейчас Маленький заказ А в следующем каталоге Если сделаешь На 200 лишним Тысячи заказ Точнее уже В следующем каталоге Если делаешь На 4000 Заказ Потому что Должен быть Следующий заказ Больше чем В первой То тебе Эти 149 рублей Вернутся Но если ты Сделаешь Сейчас на 2000 Заказ То этих 149 рублей Не будет Нифига Я делаю Мелкий заказ Значит Микширую Дохожу Там практически До оплаты Оплатить можно Разными способами Я сделала Вот это все С кринами Ну может Кому-то Это будет интересно И кто-то Не как я И действительно Это надо И хочет И готов Поменять Своё шило На мыло Я как-то Не готова Ни фраше Поменять Ни еще Что-то Там Ни свою Рукодельную Косметику На это мыло Мне моё шило Вполне себе нравится Ну и короче говоря 149 рублей Остается Хоть я делаю На 2000 Заказ Хоть я делаю На 300 Там с чем-то Заказ Причем Допустим 149 рублей И плюс Пара гелей По 111 рублей И один гель По 135 рублей Всё это Вместе Выходит Несколько меньше Чем та сумма Которая в итоге Выходила Я пыталась Понять Откуда Эти 70 рублей Там взялись За что Они вообще Не нашла Делаю То же самое На 200 И тысячи рублей И у меня Опять выходит Тут это же Самая 149 Регистрационный Сбор За что Вообще Плюс На сайте Написано Если вы делаете Только в онлайн Магазине Если вы делаете Заказ на 2000 И больше Сейчас я чихну Будьте здоровы Спасибо Короче говоря То у вас Бесплатная Доставка Я значит Там Нашла У нас Два Гуглища Пункта Выдачи Причем На их файлике Написано Что это Тупо Две базы Выдачи В оригинале На сайте Выясняется Что это Пинпоинт И Другая Тупо База Выдачи Которую Я периодически Вижу Когда в том районе Бываю В том магазине В Добрине Как раз Находится Но она стабильно Закрыта Может я попадаю Когда она стабильно Закрыта Но в смысле Не работает Может она Тупо Стабильно Закрыта Хрен не знает Как вот Фаберлик Гуглища Стабильно Так был Закрыт Периодически Даже когда я У сестры В магазине Работала Периодически Приходили Люди Мужчины Женщины Спрашивали А они Что они работают Без понятия 100 рублей Что туда 100 рублей Что сюда На оба Пункта Выдачи На сайте Выясняется Что 100 рублей На пункт Выдачи Доставка Стоит Причем Без разницы Делаю На 2 тысячи На 10 тысяч Или на 500 рублей Плюс В пинг-поин 220 Доставка Стоит Точно так же Делаю На 2 тысячи На 3 тысячи Или там На 500 рублей И еще Есть Почта России Такое Специальное Молчание Полторы тысячи Почты России Допустим Из Москвы Послали В Углич И за Доставку Почты России Вы полторы тысячи Заплатили При всем При всем Максимум Рублей Четыреста Вместе С коробочка Упаковочка И отправочка Это максимум И то если я вот Закажу там Ну не знаю На полквартиры В смысле На пол этой комнаты На полквартиры Ну может 600 выйдет Как-то так Подводные камни Заказов Я так подумала Ну нахрен Если я буду Каждый раз Даже Ну вот это Хорошо Окей В следующем месяце Или в следующем заказе Мне не придется Эти 149 платить Но с какой Хрен Разницы я должна Значит С какого вообще Перепуга Я должна заплатить Кучу каких-то бабок Непонятно за что То возможно И то не факт Мне дадут Значит тут возможность Поиметь бесплатный сайт Где я буду Собирать этих рекрутов Которые не факт Что будут что-то делать Очень много времени Уходит на это Вот прочтение Промывание Прослушивание Да Там очень усиленно Промывают мозги И Если ущешься Что я Даже в какой-то момент Подумала Почему бы не попробовать Ну типа Не попробуешь Не узнаешь Это японское Анимешное Я думаю Не только японское Не только анимешное Но Во-первых Очень начинает болеть Голова От этого всего Прочтение Просматривание Ну я сразу слила На то Что типа В 7 часов У них там Какой-то вебинар Я говорю Не факт Что я буду В 7 часов дома Думаю 40 минут Смотреть Какой-то бред Сивой кобылы Мне как-то Не в кайф Ну типа Можете потом Это пересмотреть Микрофон Девочки Что посылала мне Аудиосообщение Вконтакте Оставляет желать лучшего Мне приходилось Делать громкость И на колонках И на самом компе И системную Короче Полностью 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 Один раз Я забыла Что у меня Громкость Не убавленная Я включила Аниме Петля Я не буду Говорить то слово Которое Хоть и родилось Из-за Очепятки Моей Но оно Все равно Как бы матное Родилось В переписке С Жу На странице Вконтакте У меня В инфобоксе Скажем так Я думаю Что это можно Назвать инфобоксом Короче На странице Вконтакте Информация Обо мне Это слово Указано Короче Офигеть Ну и Основная суть Всех этих вебинаров Конечно Промыть мозги Там вот эти Востуженные вопли О, такой мальчик Он 16 лет На Украине Стал чем-то Заниматься Арифлэм Теперь ему 23 года Он миллионер Я даже не знаю Что сказать И что добавить С одной стороны Конечно Это реально Если впахивать И никаких Больше других Хобби нету С другой стороны Блин Мамочка В декрете У вас появилось Лишнее время Поспите Дорогая Отдохните Нахрен Блин Я представляю Что он зад Я бы ухаживал За пожилым человеком Пожилой человек В состоянии маразма Или просто Очень сильно Пожилой человек Который Уже принял То что он пожилой И хочет быть пожилым человеком Это равносильно Как за младенцем Наверняка Ухаживать От Израиль Короче Если у вас Есть лишнее время Подтратьте его На что-то другое Ну и да Конечно С одной стороны Вы можете заказать Это все в магазине Не выходя из дома Но забирать Вам придется Все равно Это самой Выходя из дома Не ну конечно Решать каждому Самому Но Я бы не стала Связываться Я точно Я уже точно Не буду связываться Или буду Тупо Нажимать на спам Если мне будет Что-то подобное Приходить Или Банить Если оно будет Приходить даже После спама Ну или тупо Игнорить Ну вот Мое самое Короткое знакомство С Арифлейм Состоялось Наконец-то Не то чтобы Я там как-то Не люблю эту фирму Или еще что-то У меня К Фаберлик Больше претензий Чем к Арифлейм У меня как-то Арифлейм Фиолетово Но Я не знаю Зачем вот Я даже Не представляю Вот такую фишку Там вот С чего начинается Ну все же моются Каждый месяц Человеку нужно Жидкое мыло Мыло Кусковое Гель для душа И шампунь Слушайте Я вот не представляю Это вот Ну кем надо быть Чтобы Радоваться Что ой Я могу Раз три недели Заказать Новый Гель для душа Он три недели Пройдет И сдохнет И У меня Мне он И фрашевский Шампунь Минцеллярный Стоит Уже не знаю Четыре месяца До конца апреля Его точно хватит Блин Он стоил 319 рублей По скидке 300 миллилитров Можно сказать Концентрированный У меня Этот гель для душа Органик Тай Стоит Он конечно Не очень удобен Использовать Потому что Он супер Концентрированный Я его сейчас Разложу так же Как Органик Тай Шампунь Но Вот эти 505 рублей Что я за него Отдала Эти 250 миллилитров Его хватает Где-то месяцев на 5 При нормальном Вообще Более-менее так При случае Ну или что-то Блин Да ту же Грин маму 400 миллилитров На пару месяцев Вам и хватит За глаза и за уши Хоть она сейчас У них дофига Дорогая там Ну около 300 рублей Но эти 300 рублей За 400 миллилитров На 2 месяца За глаза и уши Смысл вообще Что-то покупать Потому что Я не понимаю Что эти мамочки В декрете И те кто Входит в эту структуру Рекрутинга Рекрутов Вот этих вот Бипланчиков Почти Биланчиков Почти Билан Который вот Поет И Билан Который Телефон В смысле Номер телефонный Кстати Чуваки Что прозванивали Меня в прошлом Стриме С Украины Привет Украина И Видимо с России Три раза У меня номер Я тогда еще В стриме говорила Что у меня телефон На безвучный режим В 10 вечера уходит Вот там как раз После 10 Звонили Вы что хотели Проверить мой номер Что ли Я как бы Это Ну его не скрываю Особо Не свечу И не скрываю При этом Но Смысл названивать Прозвон Такой конкретный Ну наверное Думали Что у меня Зазвенит Телефончик После того Как я сказала Что он На беззвучный режим Переходит Короче Вот кусок мыла Раз в месяц Заканчивается Кусок мыла Мне вот Лёлька из Тюмени Задарила Несколько кусков мыла Чисто линия Кусок мыла Мне его на 2 месяца На 3 месяца хватает Вообще на приличное время Хватает Ну на месяц Его хватает В том случае Если ты можешь Им голову, тушку И руки Причем 2-3 раза в день Это все делаешь Вместе головой И тушкой И руками Ну Руки там постоянно Если можешь Даже если каждые 10 минут Можешь Вот его хватает Этих 90 Или сколько там 75 грамм На месяц Но тут Если ты покупаешь Шампунь Для душа Жидкое мыло И кусковое мыло Причем Это все На отдельных детенышей И на отдельного мужа И на отдельную себя Откусываешь Что ли ты Это мыло Вот Значит Вот да Мышка Телефон Это мыло Сожру-ка я Этот кусок мыла Чтобы в следующем месяце Купить и все И у меня будет скидка А если я еще Заказу на большую сумму То мне еще Сколько-то процентов Вернется Буду я такая Богатая Буду покупать Сама у себя Делать Сама себе Этот оборот Товарооборот Личный товарооборот Там такой урок есть Личный товарооборот Когда ты сам У себя покупаешь И сам себе Делаешь скидку Выгоду и монетку Слушайте Я такого бреда Вообще раньше не слышала Мне кажется Знаете почему Мы сотрудничаем Именно с Арифлейм Я думаю Потому что Фаберлик Ты сам себе делаешь Эту структуру Хочешь не хочешь На тебя Может там кто-то Подписаться Фаберлик Я помню Единственный заказ Делала И то потому Что моя подруга Отказалась Сама на себя Заказывать Но ей приспичило Какой-то дурацкий Тиральный порошок У меня это Стиральный порошок Я им засыпала Чисто за ручной стирки Он мне через полчаса Так вонял Будто Мне это Причем там должно быть Вот ну Замочил и полчаса Оно постоит Да Или там на час Оставь Замоченное И тогда там Тебе будет счастье А вот оно через полчаса В худшем случае В худшем случае Через 15 минут Начало так вонять Будто я Это белье Вомочила Позапрошлом веке Но я как-то была В гостях Одной знакомой У которой Мне она так воняла Непредаваемое ощущение В Эйвене У них по-моему Нет такой хрени Ну при желании Ну короче Я не знаю Почему я не с Эйвен Не сотрудничаю Может Эйвен Как-то Более адекватен Относительно Рефлейма Но Компания У которой 6 заводов То ли по всему миру То ли в России Я почитала отзывы На некоторые гели Для душа Еще те Которые думала заказать Сделано в России Я почитала состав Пишет девочка Отзыв оставившая Но мне состав Не понравился Проверенный состав Вы можете там Заказать какую-то Линейку Вернес Еще Какую-то Охренатень Да блин Сейчас вот этих Витаминов И прочих Требухи В любой каталожке Есть Блин До аптеки Дошел Я даже не знаю Смысл Сейчас собирать Какие-то Рекрутинговые Компании И этот Рекрутинговые Я не знаю Что Рекрутов Когда Сейчас даже Даже Блин В нашем Уличе Есть Долбанный Магазин Магнит Косметик Есть Чертова Кари Ну чисто там Одежда Обувь Не знаю Что там Обувь Наверное То бишь Блин Если Тя Не устраивает Сетевой Масс Маркет Если Те Религия Запрещает На Грин Маме И Фраше Или Озоне Что-то Заказать На Том Вайбере Ты Можешь Зайти В этот Долбанный Магнит Косметика Что-то Там Купить Я помню Когда Его Открыли На Третий День После Открытия Пришла И Девочки Какие-то В магазине Женский Пол Говорил Одном Сайте Что-то Заказывать Говорил У меня Там Что-то Не Подошло Нет Там Полторы Тысячи Долбаров Там Обязательно Что-то Подойдет Короче Секта Секта Такой Какой-то Адовый Израиль Я Еще Чуть Было Не Это Я Даже Репостнула На Страницу Ссылку На То Бишь Можно Забирать Рекрутов Свою Команду А еще Можно Забирать Рекрутов Чисто На Арифлейм Вне Этого Би Плана Билана Би Чего-то Там Короче Скинула Ссылку На Страницу Канала Вконтакте Потом Удалила Конечно Жею Вежливо Написала Читатель Зритель Суть Такая Если Вам Неохота Ходить В магазин То Закажите Все Вот Здесь Правда Вам Все равно Придется Выходить Дома Чтобы Забрать С базовой Зачи Свой Заказ Как Хочешь Не Хочешь Но На Улицу Выходишь И Еще Такое Счетание Что Сиди Дома Ты Мать В декрете Сиди Дома Не Выходи На Улицу Вообще Зачем Ты Уходить На Улицу У тебя Все Под Рукой Все В интернете Естественно Я Кучу Времени Тратила Почитать В понедельник Читала В вторник Читала В среду Читала Сегодня Еще Времени В ночь На Четверг Я Занималась Япом То бишь Я могла Бы Штук Пять Этих Долбанных Роликов Которых Я Засняла До Этого Могла Отмонтировать Я могла Начать Перевод Тарт Где В конце Четвертой Главы Охренеть Какая Большущая Историческая Справка При Желании Как Все равно Буду Переводить Но Я могла Переводить Хотя бы Вот эту Долбанную Справку Историческую На Два Листа Этих Альбомных Вот так Вот Типа Девочка Жанна Была Такая Трататар Жанна Дар Кому Кто В танке Или Кому Внезапно Интересно Будучи Вылезя Из танка Блин Я могла Япом Заняться Могла Чем угодно Заняться Еще Кучу Там Чего То Тоже Долбанный Цветок Перевести В Рейнджопс В Не жалко Этого Времени Они Кучу Времени Вот Это Тратят Потом Ты Еще Должен Попутно Когда Уже Обучился И Стал Этим Самым Представителем И Собираешь Реклентов Все равно Что-то Делать Ну Фишка Такая Что С самого Начальника Забыла Мне Скидываешь Ссылочка На Первый Этап Обучения Вот Тебе Ссылочка Проходи И Учись Я Прохожу Там Ссылочку Скинули Сижу В полном Офигевании Пролистав Сверх Худонизу И Просмотрев Местами По диагонали Эту самую Группу Скидываю Манюня Типа А что Посылочки Ничего Нету Типа Где там Обучение Я Чуть Не поняла Ну Вот Это Вот Все Читай И Обучайся То Бишь Придет Ну Я Как Б Я Такой Человек Вот Если Мне Пришлось Собирать Рекрутов Я бы Не смогла Вот Послать Человек Слушай Мне лень Тебе Что-то Объяснять Вот Иди Туды И читай Вот Это Все И вот Так Видимо Шесть Групп Меня Наверное Ждало Ну В итоге У меня Было Только Пять Групп Ссылочек Проходишь По этой Ссылочке И все Вот Это Читаешь Там Еще Истории Тех Кто Значит Стал Каким Там Бриллиантом Прочим Директором Или еще Кем-то Заманилов Вы Хотите Путешествовать Конечно Хочу Мне нравится Путешествовать Почему бы и нет Тогда Вступайте к нам В нашу секту Вы будете Путешествовать Вот Я в прошлом году Ездила К черту на куличике В этом году Два раза Поеду К черту на куличике В другую сторону Короче Минимум Два раза в год За счет Компании Вы два раза Вы будете Путешествовать Физка такая Я понимаю Слово путешествовать Как я приехала В какой-то город Я пошла Или Сорганизовывала Сорганизационные Короче Организованные экскурсии Там Я и еще Куча народу Пошли куда-то там С экскурсоводом Смотреть И нам Говорят И знакомят нас С местностью Или я сама По собственному желанию Там без них Кто поперлась Гулять И изучать Вот это путешествие Тут же Мне так Они напомнили Одну Религиозную секту Где я была Когда сделала Социокультурное исследование В 2011 году В 2012 Где-то вот в это время Там тоже вот Они путешествуют Но у них есть возможность Еще и гулять И отдыхать Хотя они делают Это за свой счет Посещают они там Одно место Тоже за свой счет Тут значит Ты за счет Компании Едешь на семинар С такими же Как ты Мужчинами И женщинами И сидишь На этом семинаре Без права Где-то погулять С чем-то Познакомиться На хрен На хрен На такие путешествия Ребята Да Дальше Вы хотите себе Личный автомобиль Если вы пропавшите Пароль лет То получите Личный автомобиль Да и у меня И прав-то нету У меня такое зрение Что мне их даже Не дадут При всем желании Если даже я там Все выучу и сдам На хрен На отлично На хрен Мне ваш Долбаный автомобиль Который Марку Которую Вы сами Можете себе выбрать А если вдруг Случится так Что будучи там С автомобилем По какой-то Вдруг жизненной причине Не смогу Дальше этим заниматься Автомобиль Что Забирается обратно Типа извини подвинься Тут у нас другим Надо этот автомобиль Дать В общем Я что-то так Это Местами офигеваю Местами Улыбаюсь Но Свят 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 Идите Куда подальше Ну что ж Начнем Сейчас попробуем Зайти в мой кабинет По Номеру Который я могу Передать по наследству Или типа того Самое интересное Что мне это пришло В смс И потом человек Который меня Рекрутировал Скинул это мне Личное сообщение Вообще Это очень неправильно Что Ваш пароль Может увидеть Кто-то еще Войти До этого Кстати я Когда в понедельник Сделалась Ну Случилась Это регистрация Я смогла зайти И с ВК Аккаунта Изначально С ВК аккаунта Оно у меня соединилось А потом С Фейсбука Но в итоге У меня Почему-то ВК отвалилась Когда я заходила И я Откинула Этот Фейсбук И попробовала Как-то зайти Снова Вконтакта Но как-то Вот оно Не срослось Выходила мне ошибка В общем Что тут у нас Госпожа Ольга Игоревна Косарева Я отчество свое Не скрываю Но у меня есть В инфобоксе И на странице Канале Значит Консультант Покупай Вдохновляй Зарабатывай В принципе Довольно Тут все Нормально Просто создано Не надо Никаких Дополнительных Роликов смотреть Хотя Это вот Компания Что сотрудничает С Арифлэм Прилагает Вам и ролики Если уж Совсем Самим Тупая Религия Запрещает Что-то Разобраться Полазать По сайту На сайте Тоже В принципе Все это Есть Всякие Отдельные Ролики Типа Как там Пройти Верификацию Как Я Я Точнее Консультанты Делезная Весь бы ничего не плачу за брошюру тоже какую-то брошюру типа на в подарок потом 25 рублей еще до какую-то фигню которая временно нет наличия но она как бы не нужно пакет белый тут у нас уже 00 до этого у меня был белый пакет 9 рублей потом 6 каталог в общем книга красоты орехновим весна видимо как книга красоты от и фраше нет наличие прайс 2 рубля тоже типа ну все такое бесплатная бесплатная дополнительных вашему заказу с учетом стоимости 149 рублей не пойми за что вот при этом успеть и разместить заказ на 50 баллов единственно единовременно в течение трех дней с момента регистрации тогда регистрация для вас будет бесплатной и в общем я микшировал этот заказ как я уже говорила никаких там этих бесплатностей меня ничего не вылазил просто попробую показать вам как она действует на случай если вы просто решили стать консультантом арифлейм но еще не понятие не имеете что с этим как с этим жить предложение предложение также как вы иван принципе тоже самое там не бывает только тут предложение специальное только одно можно ему добавить ну давайте мы идти по добавим мы его добавили надеюсь на ли получить пункте выдачи углич вот у нас тут два адреса и дальше у нас такая фишка есть продукты вместо платы за доставку доставка 100 рублей выбрать продукты первый раз когда я делала заказ мне выходили вот прямо сами по себе когда я выбирал эту доставку теперь уже как так как я уже на расстрете этот закат миксирует у меня выходит именно когда сам нажимаешь ну и сначала я выбрала по-моему этот крем для ног тут довольно много предложений на все случаи жизни только не все до конца загружается не сразу ну и можно типа вырвать или нет я отказываюсь от предложения прикол ботус и куча людей после этого решила видеться в орифлейме благодаря вот этому ролику благодаря части этого ролика вот именно этому куску вы можете заказать один из этих продуктов вместо платы за доставку соответственно один из продуктов дороже выходит чем эта плата за доставку 100 рублей но в этом случае вы как бы в бонусе что заказали этот продукт мы отказываемся допустим доставка надо у нас полторы тысячи далее предложение доставки все-таки вылезает и хочешь не хочешь но отказываешься и можно поплатить перед получением оплатить заказ ну и при получении вы сможете через бирбанк онлайн смотри отсюда смотри отсюда или же картой аэрофайзенбанк орифлейм на сайте или же опять же на сайте любой из этих карт бирбанка я подозреваю ну и другого какого-то банка так как мир у нас чисто сбербанка то изначально сбербанка то скорее всего сбербанковской картой но и метод оплаты кредит недоступен но нам все это счастье как бы не нужно и мы закрываем вкладку тут у нас мой бизнес управления структурой к успеху за 90 дней рекрутирования опять же программа для консультантов обучение кстати я там проходила обучение как отвечать на комменты на комменты надо отвечать на негативные, позитивные и нейтральные и на те которые у тебя спрашивают что-нибудь хотят купить но оно не отмечается как уже пройденное как допустим та же фигня youtube академии онлайновой для авторов здесь вот оно не отмечается что это прошли да кстати как мне было сказано человеком что меня рекрутировал можно проходить бесплатное обучение как она проходила и чего она предлагает там ну как мы уже поняли это бесплатное обучение будьте ссылка сам читай или можно проходить платное обучение подозревая все то же самое типа будьте ссылка сам читай мне вот это вообще соглашение понравилось очень я когда спросила про третий пункт девочка очень удивилась сказала что у нее такого не было счастья я хочу получать инновационное сообщение от лидера в общем вот это вот и вот эта фишка меня так очень удивила я против размещения заказов на мой номер третьими лицами и я спрашиваю на меня типа того что ну вдруг тебя взломают ну думаю если взломают то там уже эта галочка против или не против ничего не сделает ну вот такая галочка есть но мне тут стоит что я против размещение заказов на мой номер третьими лицами я думаю это на тот случай если так же вот человек вдруг выпал из системы так как я сегодня и никто не сможет этим номером воспользоваться кроме меня ну и о каждом пике на ваше мыло приходит уведомление что вот вы там изменили свои данные вы там поставили против вы там поставили за сейчас мы удалим нашу корзину вот смотрите бесплатная заставка для клиентов интернет-магазина двух тысяч рублей но при этом у меня она выходила платная вот у нас опять появился этот пакетик за 3 рубля специальное предложение которое я там выбрала ну и давайте очистим корзину да наша корзина пуста но дополнительно к вашему заказу совершенно бесплатно куча всякой требухи причем вот это почему-то не очистилось хотя корзина как бы пуста вот просто попробуем поудалять их все наконец-то наша корзина пуста мыло для лица и тела 160 рублей 125 грамм 4 балла мы можем его добавить заказывать тут в принципе все легко но все же это рассчитано для тех кто может быть любит орифлы или готов поменять свою жизнь к лучшему сменить шило на мыло в общем я не нашла как тут удалить кабинет к сожалению надеюсь он сам как-то самовыпилится как я сегодня ну меня ругал приятел что типа я вот тут вежливо отказываюсь да еще выглядит так будто я оправдываюсь приведя аргументы какие-то в свою сторону почему я не хочу этим заниматься а надо говорить так как я об этом поняла здравствуйте а не могли бы вы пожалуйста пойти в пеш эротическое путешествие без возможности вернуться назад пожалуйста ну лёля же да хрена вежливая лёля вообще не может ну редко когда может сказать четко а нет агрессивная очень сильно допечь я помню у меня в гостях еще на той квартире была подруга ну мы тупо и она приехала мы хотели пообщаться ну припёрлись парень девочка еще девочка и еще парень чувак по которому сохла девочка мальчика еще девочка ну и он был интересен моей подруге а мне как-то пофигуло и вот они все в шестером вместе со мной у меня сшивались и вроде как они припёрлись допустим семь вечером ну ладно где-то так вот семь вечера а тут было уже восемь утра я пыталась их всячески слить ну уже спать хочется они над душой стоят у меня это что-то делают и в итоге я вышла в коридор и очень невежливо очень даже грубо послала их на три буквы всех четверых и потом сказала пошли вон это на тему что я до сих пор как-то не очень умею отказывать грубо ну вроде как по большей мере про все эти подводные камни рассказала что вас ждет сказала всем желаю включать мозги если вам пишут с предложением работы в сетевом маркетинге и всем помнить что пирамида хеопса конечно может и интересная и крутая но все же пирамида хоть и не хеопса что-то подобное мне уже раз пять предлагали на кукпеде типа стать нашим амбассадором пригласи пять человек мы тебе дадим лайк или что в этом роде пригласи десять человек мы тебе еще это дадим пригласи двадцать пять человек возможно получите спутболочку пригласи еще какую-то хрень короче если ты пригласишь тысячу человек то возможно мы подумаем можно ли тебя взять на всю команду а если ты еще пригласишь тысячу человек возможно ты получишь двести рублей ну вот смысл жизни вообще тут то вам конечно может какая-то монетка упадет а там то вообще ни холодно ни жарко я всегда вежливо отказываюсь один раз я даже уже не выдержала когда мне человек второй раз уже написал через какое-то время ну вот я вам предлагала я говорю они уже нельзя просто пости рецептики на вашем сайте без всяких там обязанностей и пригласений короче не конечно если вам нравится спамить за деньги изначально за просто так то спамьте и вот я этого горбушкина страница которая изначально вообще-то была моя хоть горбушкин видает что ее у него тяпали если бы он как бы продолжал обменить группу вообще-то все волонтерское да так же как я занимаюсь по собственному желанию если бы он продолжал отменить группу и с этой страницы то да она бы у него осталась ну а если человек не отменит группу и вообще название альбомов не те как я думала у меня ощущение было что человек меня слегка стебет местами в грубой форме то в общем зачем тогда ему если человек лазает что-то такое то при желании человек может сам себе заставить из данного какую-нибудь страничку короче это страничка которая одно время которая одно время юзался горбушкин я на ней попыталась поменять информашку чтобы с нее типа как бы собирать этих рекрутов но когда я поняла что мне надо на основной страничке посетить всякий спам и на мое нет нет эта страничка у меня немножко до другого да люди-то меня не поймут я сама бы себя не поняла пофиг что люди не поймут главное что я сама себя не понимала бы как бы меня вот это не понравилось ну короче если вам охота спамить людям и где-то 1 к 10 вам скорее всего ответить да так неожиданно как я этой манюне а 9 к 10 или на грубят или отправят куда подальше или просто молча нажмут на спам и вам не жалко просирать свою страничку вконтактике то почему бы и нет спамьте на здоровье мыслите как мамочка в декрете мыслите еще как-то на это на всякий случай я как бы нормально отношусь к мамочкам в декрете есть просто люди категория людей реально жадные и тупые а есть категория остальные люди которые адекватные и нормальные но вот если вы мыслите именно так как жадный и тупой типа о я много закуплю у меня будет скидка сам у себя купил сам себе скидку дел то пожалуйста занимайтесь в пути с песней флаг вам в одно в руки и барабан на шею я же не сказала флаг вам в нижнее полушарие мозга как-то неудобно на работу флаг вам в руки барабан на шею в руку флаг барабан на шею в другую руку палочку барабанную чтоб шли барабанили и с флагом махали но если вы все таки в поисках работы то лучше поищите подождите другой какой-нибудь вариации поработать не тратьте время как лёля вот тут четыре дня тратила всем пока так и Продолжение следует...